Очень важно, чтобы красота внешняя, внешняя гармония сопровождала особенно молодых людей, детей, юношества. Потому что гармония формирует человеческую личность. Никогда нельзя пренебрегать эстетическим началом жизни человека. Мы знаем, что безобразие, которое повсеместно проявляло себя на протяжении долгих десятилетий, в облике наших сел и городов, в порушенной некогда самобытной красоте России, оно отразилось и на формировании психологии и мировоззрения людей. И вот сейчас наступило время менять эту психологию, это мировоззрение. И для этого работает церковь. Силы напрягают мыслящие люди нашего общества, пытаясь сделать что-то, чтобы помогло народу нашему возродиться. И в этом процессе возрождения очень важную роль играет эстетика жизни. Потому что красота, как я уже сказал, формирует внутреннее состояние человека. А безобразие раскрепощает человеческий инстинкт. Превращает человека не в Созидателя, а в Разрушителя. Поэтому я очень всегда придаю большое значение, в том числе и внешней красоте, храм, монастырей, место обитания монашествующих, студентов богословия, духовенства. И всегда с радостью в сердце отмечаю положительные перемены в жизни наших городов и сел. И со скорбью свидетельствую о том, что еще сохраняются многие раны прошлого. В том числе и в видимом, в видимом отсутствии гармонии и красоты человеческой жизни. Продолжение следует...